Всем привет! Меня зовут Алена, вы на канале Козяевард. Сегодня я буду рисовать вот такого козерога-дракона из игры Легенды Дракономании. Он победил в голосовании в сообществе. Если вы не голосовали за него, то извините, но он все равно победил. Вообще там победила елка. В лицо родилась елочка и там чего-то она доросла. Поэтому все равно победил козерог. Начну я с двух кругов. Они одинакового размера. Один пересекает другой ровно наполовину. И рисую вот такой вот изгибистое. Короче, длинное тело. Я посмотрела козерог, он такой больше похож на змею. И я его рисую вот на веточке. Пусть сидит, я думаю, там на веточке. Хотя ветка не от елки. Но она все равно помогает ему сидеть на ней. Или как сказать-то, не помогает. В общем, короче, мысли путаются, не знаю, рассказать. Короче, рисую я удава изначально. То есть изначально рисую удава, потом в итоге получается козерог. В общем, я только что елку нарядила, и у меня в голове Новый год. Я прям не могу, думаю, о елке. Да прям вообще вау. Скоро же... О, классно, классно. Ну ладно, короче, не суть. Не суть. Рисуем-то мы дракона. Вернее, я рисую, а вы смотрите. Вот. Вот здесь вот, кстати, лапу я нарисовала очень маленькой. Вот так вот не нужно рисовать. Я ее сейчас сотру и нарисую нормальную большую лапу. Она должна быть примерно с половины головы, ну, то есть с одного круга по ширине. Ну, ориентировочно. Не знаю, почему я маленькая нарисовала. Что-то я сидела, задумалась. Вообще, я так набросала немножечко в своем скетчбуке изначально дракона вот этого. Как я его буду рисовать. Я его в Инстаграме, кстати, показывала в истории. Вот. И, в общем, потом, когда села рисовать, начала его, короче, переделывать. И, короче, в итоге нарисовала маленькую лапу. Я вспомнила почему. И еще вспомнила, что у него же на лапе там такая какая-то фигня с его значком. Поэтому. Он, кстати, поинтереснее, чем Дева. Дева-то вообще была не похожа на Деву. Даже вообще ничего похожего. У Козерога хотя бы рога там что-то как-то похожее, ясное, понятно. И заднюю лапу рисую такой же, как передняя. Но вообще, по идее, она больше должна быть. Но так как она как бы вдалеке немножечко, то получается, что... Получается, что она такая, ну как бы, с переднюю лапу. И у него на кончиках там идут копыта, что ли. Вроде копыта похоже. Как у козы, как у козлов. Жопу я вот здесь подправляю, потому что у него же там таз. Ну, если так как бы думать, что у него там таз, то надо немножечко как бы, ну, круглее сделать. Не плоскую. И что-то решила веточку давай. Думаю, ну, что-то дерево, дерево. А что дерево-то без ветки, что ли? И, короче, на вот этом стволе добавила еще вот такой маленький сучок. А вот эти вот гривы у него я рисую немножечко по-другому. То есть она у него там такая приплюснутая. Но в моем представлении, короче, вот этот дракон-козырок, он сидит на ветке, охотится. И, короче, у него вот эта шерсть, она как бы не шерсть, а грива. Это над дыбом так встает. Ну, вот. И знак. Мне рисовать надо на передней лапе. Он такой, знаете, полукруглый с одной стороны, а с другой стороны как бы такой угловатый. Ну, гляньте там на нормальном драконе, да, там найдете в интернете, может. И значочек, кстати, похож на английскую букву N. То есть если рисовать N, и как бы в конце она такая, ну, как бы закругляется. Как бы такой хвостик. Я сначала думала, что это буква I. Попыталась ее буквой I написать. Ну, короче, поняла, что это не буква I, это буква N. Как бы у нее такой завиточек сначала спереди и в конце такой завиточек. Вот я вот здесь подправляю, и она как бы буквой N получается. Очень интересно, как вы нарисуете этого дракона. Вообще интересно. Не знаю почему-то. Вот неохота мне было рисовать таким, какой он есть. Вот, потому что, ну, у него тело такое, оно такое длинное, как бы. И очень хочется нарисовать его таким каким-то длинным персонажем, который вот такой хвост там куда-то далеко, да. И приступаю к голове. Все я там нарисовала сзади. Приступаю к голове. Сначала мне напомнила это, какого-нибудь динозавра, этого, Терекса. То есть, у него там морда похожая. А потом смотрю, у него она такая, как бы, немножечко покатая сверху. И сразу поняла, что, ну, короче, он не похож. Ну, так немножечко. Глаз будет на пересечении этих двух кругов. Он такой большой у него. И не забудьте про блик, если будете рисовать со мной. Там блик надо будет еще и тоже нарисовать. И погнали там рога рисовать. Вот эти вот. Ну, сейчас вот надбровную... Ой, надбровную. Бровь, короче, рисую. Не надбровную дугу, а бровь. Она у него такая, как бы, треугольная там, что ли. А рога, они в разные стороны. И вот здесь, конечно, я не знаю, как объяснить, как я рисовала рога. Просто относительно кругов. Смотрите, как рисую. То есть, небольшое отступление делаю вверх. Рисую рога. С одной стороны и с другой стороны. Вообще, на картинке у него немножечко голова повернутая. Но, как я рисую ее вообще в профиль, конкретно в профиль, у меня сильно какого-то 3D эффекта нету. Вот, на самой картинке она там у него такая... Ну, как бы, и видно, и нос, и там, по-моему, там, как-то глаз видно. Ну, короче. Короче, я рисую как-то по-своему. Фиг его знает. У меня это в голове просто как-то сидит. А вот именно как-то объяснить, рассказать. Вот конкретно вот эту часть я не могу. То есть, я могу сказать, что там два круга нарисовали, в нем там голову, вот тот глаз, вот там тело. А вот конкретно, что вне кругов, это вот как-то в моем просто, в голове, в моей, что ли. Короче, все, не выясняйте. Короче, не могу я объяснить. В общем, будете рисовать и сами там как-нибудь нарисуете, я не знаю. Вот, добавляю самый дальний рог. Он у него такой немножечко, такой в виде луны, что ли, как это, в виде листика какого-то. Вот здесь у него внизу тоже то ли ухо у него, то ли что, это такое зеленое это там. И внизу такие шипы как бы идут. И у него еще борода же снизу есть. Я тут когда рисовала, такая, о, господи, бороду забыла. И, короче, еще села вот, бороду нарисовала. Да, у него там бородка, козлиная бородка. Козирог же. Вот, в целом, вот в целом рисунок-то все уже готовый. Вот тут как бы только на хвосте надо будет добавить там кристаллы. И все, и можно обводить. Мне прям вообще реально интересно, как нарисуете его вы мне вообще. Прям скиньте мне в социальные сети свой рисунок. И, кстати, скоро же в этом году я хочу все-таки выложить как бы в этом году последнее видео с вашими работами. Поэтому мне нужны ваши рисунки. Кто не скинул еще, давайте скидывайте поскорее. Иначе не попадете. А в следующем году будут уже другие рисунки. То есть я на другой год перекладывать их не буду. То есть в этом году 100%, вот в этом месяце, будет видео с вашими работами. И кто еще не скинул, давайте оживляйтесь и скидывайте. Кстати, кристаллики на хвосте. Там у него есть, надо нарисовать. Вот и все. Рисунок-то закончился. Ну, то есть как бы все, я его закончила. Его осталось только обвести линером. И все готово будет. Маленькие штришки еще добавляю. На передней лапе. Ну, там у него какие-то, как они называются. Типа шерсть, не шерсть у него там. Короче, на копытах. Не знаю. Ну, и все, я так половинку убираю, чтобы не отвлекало меня что-то. И обвожу глаз, чтобы понимать, что у него там еще такие, как бы, вокруг глаза какие-то линии есть. Их тоже добавляю. Как бы, чтобы глаз внутри казался, что ли. Ну, не знаю. Короче, все добавила, что видела. Ну, и погнали. Сделаю я это за кадром. Ну, я его веду за кадром, потому что это очень долго. И я поняла, что, ну, бессмысленно в видео это вставлять. Я думаю, что это никто не смотрит. Но я бы не смотрела. И я как бы от себя. То есть я бы не смотрела, значит, другие тоже не смотрят. Вот. Напишите, если вы смотрите, как я обвожу линером. Просто в ускоренном режиме это поставлю. Вставлю ролик. Ну, это потому, что обвожу 300 миллионов 500 раз. Скоро придет. Я, кстати, заказала же этот. Ну, типа кисточку-то эту. Как она не кисточка называется? Ну, блин, тоже маркер. Только с этим наконечником какой-то кисточки. То есть на него нажимаешь, толстая линия отпускаешь. Она такая тоненькая. Ну, короче, классно. Скоро приедет, наверное. Через два месяца с Алиэкспресса. Вот, собственно, и все. Видео подошло к концу. Я нарисовала козерога. Как вам нравится, нет. Напишите в комментариях. И пишите, какого еще нужно нарисовать. Не нужно, а какого хотели бы видеть на моем канале Дракона. Все в комментариях. И в сообщество заходите, не забывайте. Всем пока-пока. Кстати, лайк поставьте. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Целую. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...